Всем привет, большой привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить быстрый завтрак из того, что у вас осталось в холодильнике с вчерашнего дня. Что осталось у меня? От солянки. Немного колбасы вареной, полукопченой, сырок, помидорка, красный перец. Почему красный перец? Потому что нет черного, друзья. И зелени. Я предлагаю вам зеленый лук и... И, и, и... Петрушка? Нет, это не петрушка. Это шпинат, друзья. Это шпинат. И горчицу. Наверняка вы все знаете этот быстрый легкий завтрак. Но, пожалуйста, посмотрите, как его готовлю я. На половинку мы... На половинку лепешки я распределяю горчицу. Ну, вот такими быстрыми движениями, несложными. Дальше я кладу помидорку. Вот таким вот образом. Помидорку я солить не буду, потому что у меня соленая колбаса и соленый сыр. Друзья, вы делайте на свое усмотрение. Сверху я положу колбаску. Буду делать две лепешки. Для себя и сына. Сверху я положу колбаску. Вы можете положить ветчину, мясо, все, что угодно. Дальше я положу зелень, немного лука и немного шпината. Шпинат я решила порезать, но вы можете положить крупными листами, друзья. Ну, и перчик, перчик сверху, чтобы и зелень была перченая, и помидорка, и колбаска. Все, и завершаю я этот слой с сырком. Вот так, немножко. Опять же, это по вкусу. Это все по вкусу, друзья. И самый-самый уже последний слой, это майонез. И я использую майонез ряба оливковый. Сейчас я покажу его, друзья. Вот такой вот ряба оливковый. Немножко я нанесу. Сеточка тут у нас не получится, но как получится. Все, ребята, я закрываю эту лепешку, придавливаю и отправляю на разогретую сковороду, которая у меня без капли масла, с антипригарным покрытием. Наши лепешки готовы. Разрезаем. Что же у нас в разрезе? Ой, боже мой, сок, ничего. Друзья, ну вот наш завтрак готов. Что у нас на завтрак? Лепешки мексиканские, салатика, огурцы с редиской, с укропчиком и с оливковым маслом. Ну и, конечно, кофеек свежесваренный. Приглашаем вас на кофе, ребята. Всех с добрым утром и приятного аппетита. Большой привет. Где мы с вами находимся? Куда мы приехали? Мы приехали с вами в мужской взятый узбинский монастырь. Зимой мы здесь были. И давайте посмотрим, что же летом. Народу действительно очень много. И сейчас мы посмотрим, какая здесь красота. Друзья, сегодня очень много солнца, поэтому я надену. Я хочу вам сказать буквально два слова об этом монастыре. То есть причиной постройки монастыря было укрепление позиции церкви, потому что в Красноярский край было сослано много революционеров и распольников. И именно по вот этой причине в 1883 году епископ Антоний обратился к голове Красноярска Кузнецову с предложением о покупке земель под монастырь. Все было согласовано. И 15 мая 1889 года было торжественное открытие Пятого Успенского монастыря, друзья. Было собрано 21 тысяча таких рублей. И построена дорога сначала от города до вот этого места. Затем на эти же деньги был построен деревянный дом с церковью, с флигелем и кельями. Здесь засчитывалось 44 человека. Это были и монахи, и монахи, и служки, которые обеспечивали жизнедеятельность этого монастыря. У них было 20 голов скота, у них была хлебопекарка. Дом, по-моему, 13-го года, 13-го года здесь было училище иконописи. Была швейная мастерская, сабожная мастерская. В общем, монастырь, жил и обрабатывал там себя. Но черные дни, друзья, пришли. Где-то с 1917 по 1920 год, когда к власти пришли большевики. И все имущество монастырское было национализировано. По одной версии, монахов распустели, напиши, судьба их неизвестна. А по другой версии, 200 монахов были распустили. В 1998 году епископ Афоний обратился к правительству государственного края о становивении монастырских семей. И, вы знаете, в это же время, в 1998 году, был подписан акт приема передачи на обрушение монастыря. И практически износ составлял 87%. Но, тем не менее, началось строительство, и в 2000 году монастырь открылся. И все это с разрешения на тот момент генерала-губернатора Александра Михайловича. Ребята, в 2011 году началось строительство каменного храма Ихоны Божьей Матери, Всецарица. Вы обратите внимание необычной архитектуры этого храма. И действительно, этот храм был построен по изначальному проекту известного архитектора Красномярского Чернышева, который был разработан в 1914 году. Друзья, более 100 лет назад, только вдумайтесь. И этот чудесный храм был построен на крестство христиан. Ребята, с техподня в Свято-Успецком монастыре проживает 11-й домов. И это не только монастырь, но это и посвятительное место, куда, как видите, приезжает много туристов, много верующих людей. Пойдемте посмотрим, что здесь построено еще. Друзья, посмотрите на вот этот храм. Это деревянный храм. Он был построен на божествованиях также христиан и прихожан. Еще один храм. Мы пройдем с вами дальше. Друзья, посмотрите, какая ухоженная территория. Здесь святая вода. Я сейчас тоже подойду, попью и попробую ее на вкус. Но вы посмотрите, как здесь чисто. Дорожки подведены, пловы сделаны, елочки голубые посажены. Боже мой, березки. Березкам уже много-много лет. О, ребята, пойду я сейчас тоже прикоснусь. Я пойдем туда. Ребята, ну вот и второй храм. Это храм преподобного благоверного князя Олега Брянского. Пойдемте посмотрим в годы подстройки 2003-2007. Благостное место, ребята. Честное слово. Настройка хорошая. Ребята, сейчас мы с вами идем в жилую город. Это келья, где проживают другие и будущие монархи. Я бы говорила, что они лично не оказывают. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.